Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Досмотрите видео до конца, в конце мы посмотрим экономические события, на которых можно заработать, а также подписывайтесь на канал и на мой канал, ссылка будет в описании, где я каждый понедельник выкладываю свои рекомендации по сигналам на прибыльные сделки. Итак, евро-доллар у нас находится в коррекции, сейчас восходящей, и может достичь зеркального уровня сопротивления вот этого желтого. Вот здесь в районе цены 1.1528 можно будет ставить сложные сделки на продажу, но также у нас есть достаточно мощный уровень сопротивления, который снижается сверху, да, и в районе цены на данный момент 1.1563 тоже можно будет ставить сделки на продажу. Но если цена будет долго к нему идти, возможно эти два уровня вообще соединятся, что, кстати, очень хорошо, это усиливает сигнал. Вот поэтому здесь надо будет наблюдать повнимательнее, да. Кстати, про силу сигналов, про какие бывают виды сил сигналов я рассказываю на своем обучении, можете посмотреть на моем канале и перейти в чат, вот там у меня больше сигналов есть. По британскому фунту наблюдаю такой нисходящий канал и хороший уровень сопротивления, возможно, что на этой неделе он дойдет до него. 1.3774 на данный момент уровень, где можно будет отложенные ордера на продажу ставить. Вот, что касается доллара и японской иены. На прошлой неделе было сильное динамичное движение вверх, сейчас коррекция, и у нас сформировался уровень сопротивления, от которого мы можем продавать в районе 114.253. Правда, сигнал слабый, ну, не самый сильный, скажем, в средней степени силы. Поэтому будьте внимательны, учитывая то, что иена очень сильно идет вверх, возможно, пробои и дальнейшие движения вверх. Но короткие откаты вполне возможны, у нас скальпинговая стратегия, поэтому вполне можно заработать. Евро, фунт, похожая ситуация, тоже нисходящий тут уровень сопротивления. Вот и в районе 0.85.72 можем будет ставить сделки на продажу, дожидаясь, пока цена дойдет до уровня сопротивления. Доллар канадец сейчас находится в восходящем, коррекции восходящей, и что сейчас особо заметно, что уровень 0.38 был пробит легко, но уровень 0.50 хорошо себя отработал. Это говорит о том, что уровень 0.61.8 будет достаточно сильный, если цена до него дойдет. Поэтому в районе цены 1.26.58 может быть ставить сделки на продажу. Давайте посмотрим биткоин. Биткоин растет и такими ступеньками. Мы видим, что несколько раз уже от зеркального уровня поддержки цена отбивалась, поэтому вполне возможно еще и третий раз отобьется. Кстати, кто не видел, посмотрите на моем канале недавно выпуск три причины, почему стоит покупать биткоин и другие криптовалюты. Там я более подробно об этом рассказываю. Ну а теперь давайте посмотрим экономический календарь. Что касается экономических новостей, у нас в неделе достаточно спокойно. Во вторник изменение числа заявок на пособие по безработице по британскому фунту. В среду выступление Лагард будет. В четверг число первичных заявок на получение пособия по безработице по США. Ну и в пятницу тоже выступление представителей ЦБ Лагард. В целом неделя спокойная, поэтому технический анализ в эти моменты работает очень хорошо, чего вам, собственно говоря, я желаю его использовать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю вам успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.